Всем привет! Мы очень часто сталкиваемся с тем, что наши дети не хотят что-то есть, особенно маленькие. Очень трудно заставить что-то попробовать новое, ничто их не заинтересовывает, не хотят. У меня не ест, например, мясо фу-фу-фу. А вы знаете, как заинтересовать? Я только недавно узнала, и то после общения с медсестрой, как, в принципе, надо делать. Я никогда об этом не задумывалась. Нет, ну задумывалась, может быть, так, поверхностно. Ну так вот, не концентрировала внимания на этом. А сейчас я поняла, не знаю, потому что я повзрослела, всё-таки мне уже возраст. А не знаю, просто она так дала понять, что я всё поняла сразу, сразу и быстро. Так вот, когда она меня спросила, что ест ребёнок, и вот я говорила, что она не ест мясо, и ребёнок был с нами, и она говорит, «Ты маме помогай готовить!» Ну, помогай и помогай. А потом выяснилось, что, значит, когда ребёнок помогает вам готовить, у него возникает волей-неволей интерес. Что-то куснуть, что-то попробовать. Вы, наверное, замечали со своим ребёнком. И вот она сказала, что надо делать это постоянно. Это не только приучает вашего ребёнка к готовке еды, но вот именно развивает интерес, что-то попробовать новое. Вот. Ну и к тому же здесь, в Норвегии, как бы принято, что мужчины дравне с женщинами готовят, так же, как и следят с детьми, так же, как и декретный отпуск они берут. Конечно, меньше, но сейчас идёт дискуссия. Может быть, уже и приняли закон такой, я не знаю. Вроде бы нет ещё, что сделать 50 на 50. Половину сидит папа, а половину мама. Сейчас, по-моему, папа сидит только три месяца или три недели. Ой, что-то я уже забыла. Наша-то уже подросла, уже я призабыла. Три месяца, по-моему. И поэтому даже тут неважно, мальчик у вас или девочка, желательно, чтобы ребёнок с вами был постоянно на кухне. Да, конечно, вы можете торопиться, он вам может мешать. Но это, во-первых, воспитывает привычку готовить еду. А во-вторых, то, что ребёнок ваш будет легче адаптироваться к новым вкусам. Я вот даже по себе знаю, да, что вот мы даже готовим, например, эти блины, тесто. Вот ей надо сунуть палец, попробовать. Или тесто сырое для пирожков. Надо вот попробовать. И вот так, мало-помалу. Я как-то вот особо об этом не думала. А вот надо. Теперь я буду её пробовать, привычать почаще заниматься со мной приготовлением еды. И буду больше так вот подсовывать мясо. Когда, например, оно уже готово, чтобы она помогала мне раскладывать его, сервировать тарелку. Может быть, что-то и получится из этого, не знаю. Но всему своё время. Вот раньше она мне ничего не ела. А сейчас вот уже смотрю помидорки черри. Кладу ей в школу, ест. Ещё, говорит. Ещё мне ещё положи помидорок. Я говорю, ну надо же. Сосиски раньше не ела, ест теперь. Курицу не ела, ест теперь. Мало-помалу идём вперёд. И приучаемся к чему-то новому. Паприку она у меня вообще... Вот у нас здесь продают огромные-огромные паприки. И она может половину огромной паприки сразу съесть. Может почти всю её съесть. Один раз там четвертинку, наверное, оставила, всё съела. Я её режу полосками, она её ест. В школу я ей всегда кладу паприку. Хотя не так давно она у нас её не ела. Ну, конечно, когда она была маленькая, она ела всё. А потом перестала есть. А теперь вот всё обратно возвращается. А теперь я немножко даже так волнуюсь, как бы она не перебрала с этой едой. А то... Вчера вот, например, очень много вечером съела. И ещё, и ещё, и ещё, и ещё, и это, и это. Вот, а сегодня утром яйцо попросила. Она их ест иногда. Ну так, неохотно. Сегодня утром позавтракала. Я говорю, может быть, тебе яичко? Да, буду. Вот. Ну так вот потихоньку-потихоньку приучаемся. Ну, пока всё. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...